Здравствуйте! Как всегда, вот время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог» и я ее ведущий Сергей Дадыко. Программа наша, как всегда, идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450, и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня исполняющий обязанности заместителя, руководителя администрации Щелковского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству Василий Белоусов. Добрый вечер, Василий Леонидович. Надеюсь, что будет много вопросов, конечно, тема животрепещущая. Вы у нас совсем недавно, тем не менее, я знаю, что уже вошли, в общем-то, как говорится, в процесс, знаете, не понаслышке всю эту работу. Будем надеяться, что с вашим приходом. Тема проблемная очень тема, конечно, для наших жителей будет решаться лучше и лучше. Ну, а для начала такой вопрос. Вот в конце прошлого года руководитель районной администрации Алексей Васильевич Валов объявил 2017 год, то есть уже наступивший, уже первый квартал практически закончился, объявил его годом ЖКХ. По словам Алексея Васильевича, надо коренным образом изменить ситуацию в этой отрасли. Это прям цитата. По каким направлениям, с вашей точки зрения, нужно работать в первую очередь? Да, действительно, этот год объявлен годом ЖКХ. И вопросов, на самом деле, очень много. Вопросов коммунального хозяйства, если перечислять, наверное, пальцев в рук не хватит. Это и дороги, и содержание придомовых территорий, коммуникации, которые страдают, капитальный ремонт домов. Также это неоплата задолженностей, как перед ресурсоснабжающими организациями, так и самими жильцами района. Горячий вопрос – это мусор, уборка территорий. Кстати, именно этого вопроса мы коснемся более подробно чуть позже. Ну, в общем, да, тема у нас обозначена, конечно, приоритетная. Но давайте начнем, наверное, с работы управляющих компаний. Потому что в прошлом году и позапрошлом было очень много нареканий со стороны жителей к их работе. Тем более, компании заново лицензировались в 2015 году. Так что перипетии еще остаются, хотя уже сходят на нет. И вот, по крайней мере, подводили итоги прошлого года, да, работы управляющих компаний. И вот в пятерку лучших вошли, пускай жители знают своих героев, да, это жилсервис А, ТСЖ Авиатор, капитал инвеста Москва, округ 17, регион строй. Хотел бы спросить, по каким критериям определяют победители. И вот к этим компаниям, насколько я знаю, нет претензий вообще никаких, да? По каким критериям определяют победители, ну и, соответственно, какие претензии тогда к тем компаниям, которые числятся в отстающих? Ну, сложно определить в действительности победителей и отстающих. Проблема у всех, по большей части, наверное, одна. Грамотное содержание домовых, придомовых территорий, содержание жилкомплекса своего, на котором они управляют. Очень много вопросов, конечно же, сыпется и на горячую линию, и на добродел. Помимо тех обращений и заявлений, которые идут в иные инстанции прокуратуры, администрации, приемные губернатора, правительства и так далее. Безусловно, мы сейчас ведем работу с управляющими компаниями, которых насчитывается достаточно немало, как и в поселении, в городском поселении Щелково, так и в районе. Тем не менее, работу мы ведем со всеми, надеемся на взаимное понимание. И сейчас мы приняли некоторые шаги для дальнейшего рейтингирования, действительно, для оценки эффективности и качества выполнения работы, тех работ, которые они ведут. Насколько я знаю, по четвергам в администрации района проводятся совещания с представителями управляющих компаний, да, и вы обычно ведете эти совещания. Что дает эти встречи, разговоры, какие проблемы поднимаются? Проблемы самые разные. Действительно, еженедельно, в четверг я провожу совещания с управляющими компаниями. И те вопросы, которые встают, это оплата за жилищно-коммунальные услуги, там достаточно большой процент несобираемости. Это вопрос по оплате ресурсоснабжающим организациям. Это вопросы самого управления домами. Вопросы, связанные с какими-то внутренними моментами управляющих компаний, которые тоже иногда каких-то моментов недопонимают, либо не улавливают. И вот это общение, которое мы проводим среди управляющих компаний, мы заинтересованы в том, чтобы они и общались, и перенимали опыт, смотрели друг в друга в глаза, и в конце концов знали, кто отвечает за какие вопросы, и эти вопросы максимально быстро разрешали. И каждый раз я, конечно же, обращаю внимание, что прежде всего это проблема управляющих компаний по содержанию жилфонда, поскольку страдают рядовые граждане, мы с вами люди. И прошу, каждый раз прошу обратить на это пристальное внимание. И знаете, я был услышан. Надеюсь, что этот опыт перейдет и многими другими компаниями, которые пока еще присматриваются, может быть, к новому руководителю. Ну вот давайте поговорим о задолженностях, так скажем, начнем от большого к частному. Именно о долгах управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. Какова вообще сейчас велика задолженность по району? Что делается для того, чтобы повысить прозрачности работы ВУК? На сегодняшний момент должников, которые не оплачивают жилищно-коммунальные услуги, насчитывается более 18,5 тысяч по району. Знаете, это достаточно серьезная сумма. Это физические лица, так сказать. Это физические лица, которые не оплачивают. И копятся долги. У меня есть некоторые цифры, которые, например, через МОСОБЛЕРЦ являются должниками. Это более 4 тысяч физических лиц, которые не погасили свои задолженности. Проблема разная может быть. Но, тем не менее, эти проблемы, они понятны. Где-то и мы с помощью управляющих компаний пытаемся оказывать содействие, реагировать. В то же время несобираемость платежей сказывается на самом управлении жилфонда. Следовательно, растут долги перед ресурсниками. Следовательно, мы получаем очень много претензий и жалоб со стороны поставляющих компаний. И мы вынуждены как-то взаимодействовать с людьми, с физическими людьми, неплательщиками через управляющие компании. И чуть ли не ежедневно объяснять ресурсникам, что мы эту работу ведем. Безусловно, мы – это администрация совместно с управляющими компаниями. Ведутся переговоры, объяснения, что это необходимо делать. Кто-то жалуется, может быть, на качество предоставляемых услуг, но этого ситуации мы тоже стараемся выравнивать всеми возможными ресурсами. Если говорить о качестве предоставляемых услуг, к чему больше всего претензий? Претензий, наверное, к уборке. К уборке. Очень много просьб, очень много жалоб по этой части. Претензий по уборке и придомовых территорий, подъездов. И, поверьте, мы сейчас эту ситуацию выравниваем, за что спасибо огромное тем работникам, которые заняты в управляющих компаниях. Но, тем не менее, проблемный вопрос остается. Их очень много. И, знаете, как снежный ком. Когда одну проблему решаешь, еще три нарисовываются. Ну, вот мы уже затронули тему задолженности жителей перед управляющими компаниями. Ну, попросту говоря, да, неплательщики у нас еще имеются в достаточном количестве в районе и в городском поселении Щелково. Сейчас предлагаю посмотреть небольшой видеосюжет о том, какие меры, так скажем, принимаются, в частности, со стороны Мособл и ЕРЦ к неплательщикам. Да, ну и, может быть, какие-то предварительные итоги. Давайте посмотрим. Пение за просрочку. За ужесточение финансовой дисциплины выступили управляющие компании. Хронические неплательщики срывают выполнение мероприятий по содержанию домов и прилегающей к ним территории. В целях достижения финансовой дисциплины управляющими компаниями по согласованию с администрацией Щелковского муниципального района принято решение о начислении пения с января 2017 года потребителям-неплательщикам. Задолженности или переплаты отображаются в седьмой графе единоплатежного документа. До расчетов с гражданами за жилищные коммунальные услуги расчетный центр использует единый платежный документ, утвержденный правительством Московской области. Щелковцы увидели новые платежки в ноябре. Из них исключили избыточную информацию по поставщикам услуг, укрупнили шрифт. Важно оплатить квитанцию в течение месяца, следующего за расчетным. За этот период пении не начисляются. Затем пойдут проценты за каждый просроченный день, размер которых будет расти поквартально. Потолок пени утвержден в размере 1,130 ключевой ставки Банка России. Сегодня она равна 10%. Если говорить о 10% от ключевой ставки, наверное, не очень это понятно простым зрителям. Если можно подробно, что ждет, насколько увеличится квартплата с учетом пении? С учетом пении квартплата может увеличиваться. В данном случае сейчас происходят расчеты, всем необходимые, с учетом того, что также рассматривается та категория граждан, которые сейчас социально незащищены. Этот вопрос, я думаю, мы в ближайшее время утвердим на уровне. И всю информацию мы, безусловно, будем доводить на наших встречах либо здесь, либо в администрации, я провожу встречи и прием граждан. Я думаю, мы это впоследствии будем доводить. Ну а какие-то предварительные итоги пока еще рано делать. Два месяца прошло. Не побежали сразу платить? Нет, есть уже определенный процент собираемости. Он растет. Люди видят некоторые изменения в сторону улучшения. Поверьте, работаем и в этом направлении, чтобы людям нашего города и района жилось все-таки комфортнее. Ну и еще хорошо все-таки, что поблажку сделали. Вот то, что в сюжете прозвучало, что пень будут начисляться по истечении месяца следующего за тем, за которые надо платить. Потому что по закону мы должны платить до 10 числа всего лишь следующего месяца. Здесь 20 дней все-таки еще есть в запасе. Но я просто почему говорю, что даже бывает, сам не успеваешь заплатить до 10, поэтому последствий не будет. Ну вот, кстати, еще одна проблема, тоже связанная как раз с этими числами. Жалуются иногда, бывает, наши жители, ну в основном, конечно, в соцсетях, о том, что платежки приходят не вовремя. То есть, вот я говорю, по закону мы должны до 10 числа заплатить следующего месяца, а приходят они и 12, и даже 15. В таком случае что делать? Просто ждать. Просто ждать платежный документ. Конечно же, хотел бы обратить, нас смотрят и представители управляющих компаний, хотел бы обратить, что есть необходимость все-таки заключения договоров с Мособл-Ерц, для того, чтобы расщепление было своевременным и грамотным, чтобы денежные ресурсы получали управляющие компании и за свое содержание, и энергопоставщики, чтобы те услуги, которые поставляются за электричество, за воду, все это вовремя как бы оплачивалось, погашалось на более высоком уровне. Что касается задержки, то эту задержку, безусловно, мы с Мособл-Ерц прорабатываем, стараемся все-таки минимизировать эту задержку по платежкам. Если вдруг где-то платежные поручения не приходят длительное время, конечно, можно было бы обратиться и на горячую линию, и в администрацию района. Тем не менее, та проблематика, которая возникает, мы с этой проблематикой работаем, выравниваем ее и стараемся не допускать некой социальной загруженности, некого социального взрыва в плане непредоставления платежных документов и платных ресурсов. Василий Леонидович, у нас есть первый звонок от наших зрителей. Давайте послушаем и ответим на вопрос. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Галина Ивановна. У меня вопрос к господину Белоусову. Добрый вечер. Вот как-то раньше нам не везло с заместителями по ЖКХ, поэтому хотелось бы задать такой профессиональный вопрос. Скажите, пожалуйста, какое у вас образование, какой опыт работы, какие достижения в области ЖКХ? Большое спасибо. Спасибо за вопрос. Достижения в области ЖКХ. У меня более семи лет работы в ЖКХ и строительстве, в том числе на руководящих должностях, поэтому проблематика мне известна. Что касается образования, первое юридическое, второе экономическое. Спасибо. Полна, еще один звонок у нас есть, мне сообщает режиссер. Давайте послушаем второй вопрос. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер, Василий Леонидович. Добрый. Я жительница улицы Толфинская, дом 4А. Меня зовут Ольга. У меня такой вопрос. Что планируется сделать по благоустройству дворовых территорий в этом году? Вот сейчас уже, ну я как житель, да, вижу, что работа проводится большая. Идешь на работу, и одно удовольствие. Дворы чистые, и тротуары убираются. Но хотелось бы более расширенно узнать информацию по городу, что планируется сделать в этом направлении. И будьте добры, подскажите, когда планируется проведение субботников? Спасибо огромное. Хороший вопрос. Касательно благоустройства дворовых территорий. На этот год запланировано благоустройство 49 придомовых территорий. Из них, это в районе, из них только 25 в городском поселении Щелково. Действительно, мы сейчас прикладываем достаточно усилий для того, чтобы эти дворовые территории привести в порядок. Есть, конечно, очень много вопросов относительно того мусора, который сейчас оттаивает после снега, после зимы. Я думаю, что мы в оперативном порядке этот вопрос решим. Уберем этот мусор. Касательно субботников. Поверьте мне, субботники я провожу каждый день, начиная с горячей линии, с 8 утра. И те управляющие компании, которые у меня находятся в числе лидеров по задолженностям, по выполнению ряда вопросов, которые им ставятся, и которые вы являются, вами, гражданами, за что вам огромное спасибо, мы эти вопросы максимально быстро устраняем. Причем срок устранения в течение рабочего дня. И поверьте мне, эти результаты, они видны. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество также с управляющими компаниями, которые не будут сдавать заданного темпа, и действовать в этом же направлении. Касательно субботников. На сегодняшний день составлен целый план проведения работы по субботникам в течение всего апреля. По истечении которого будут сделаны определенные выводы, кто работает, кто действительно любит наш город, наш район, и совместно с нами, совместно с управляющими компаниями приводит город к чистоте и порядку. Если вы видите, что кто-то подбирает бумажку и кладет ее в урну, отметьте это. Если кто-то бросил, то, пожалуйста, ведите себя более или менее порядочно, потому что бросать бумаги при наличии всевозможных мусоросборников, это не совсем культурно. Я думаю, что мы эту работу будем продолжать усиливать. Вся информация касательно уборки, планов, будет размещена на официальном сайте администрации района. Также вся информация по обустройству дворовых территорий, она уже есть, находится также на сайте района. Спасибо. Спасибо, Василий Леонидович, за ответ. Такой несколько общий вопрос. Еще звонок у нас один есть. Вот режиссер мне подсказывает. Давайте послушаем, ответим. Слушаем вас, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот что-то у нас. А вот уже звонка нет. Ну тогда, значит, вот мой вопрос. 25 марта Госжилинспекция Московской области проводит совместно с управляющим компанией, проводит такую акцию под названием «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья». Если можно подробно, что это за мероприятие, насколько я знаю, каждый квартал оно проводится. Будут ли принимать участие, естественно, управляющие компании нашего района, ну и вообще, насколько эффективны такие встречи. Как показал прошлый опыт, данная ситуация действительно эффективна по проведению «Дня открытых дверей в управляющих компаниях». Цель ее, наверное, заключается больше в том, чтобы жители тех домов, многоквартирных домов, которые выбрали управляющие компании или которые пришли по результатам конкурсов, действительно отвечали на реакцию жителей, действительно реагировали на те замечания и просьбы, которые возникают у самих жителей. Это достаточно серьезная и большая работа, я считаю, что проведение ее просто необходимо. Также, наверное, с точки зрения для оперативного реагирования со стороны надзирающих органов, в частности, администрации района. В том случае, если какая-то управляющая компания не реагирует на просьбы обращения жителей, которые должны видеть всю прозрачность работы и взаимодействия вместе с ними управляющих компаний, тогда на эти реакции будем реагировать и отвечать. Давайте посмотрим еще один видеосюжет о том, как районная администрация следит за работой коммунальных служб. Речь пойдет, сюжет был снят в феврале, не так давно, поэтому речь, конечно, пойдет об уборке снега, но, тем не менее, все равно давайте посмотрим, потому что проблемы уборки все равно остаются. Уборка дворов сотрудниками ДЭС и ЖКХ вызывает массу нареканий щелковцев. В ходе проверки предприятия Алексей Валов вновь выявил нехватку рабочей техники. Руководство ДЭСа проблему с отсутствием снегоуборочных машин своевременно не решило. Выход из непростой ситуации нашел Алексей Валов. ДЭС и ЖКХ ждет ликвидация. Администрация района создаст новую управляющую компанию. На переходный период районная власть арендует необходимую снегуборочную технику. ДЭС комментируем, что ДЭС попал в глубокую яму, я уже говорил это жителям, и, соответственно, выбираться мы будем тем, что зададим новое муниципальное предприятие, а его оставим в стадии банкротства. Но вновь созданные предприятия будут уже опираться на деятельность МОСОБО и ИРС, и, соответственно, все финансовые потоки будут абсолютно прозрачны. Следом Алексей Валов проинспектировал службу комплексного обустройства. Предприятие отвечает в том числе и за работу электросетей. К сожалению, далеко не все улицы освещены должным образом. Алексей Валов распорядился скорректировать штатное расписание службы. Управленцев ждет сокращение. За счет этого рабочих на линиях прибавится. Дело в том, что мы создавали эти предприятия для того, чтобы они трудились на линиях, чтобы они трудились на дорогах, на тротуарах, чтобы там был минимум состава инженерно-технического. В ходе объезда Алексей Валов проверил наличие подвижного состава на предприятии дороги и транспорт. Повторно выявлена старая проблема. Значительная часть техники находится в ремонте. Алексей Валов распорядился и здесь провести реформу управления. В итоге вместо нескольких обособленных предприятий районы власти создадут одно. Единый инженерно-технический центр будет контролировать работу коммунальщиков. Василий Анид, прозвучала такая идея, что вместо нескольких муниципальных предприятий коммунальных служб будет одно, которое будет координировать работу всех направлений. Если можно, чуть более подробно, что это за предприятие, в каком состоянии сейчас находится ее организация? Да, действительно, сейчас проводится достаточно серьезная работа по созданию единого центра, который будет охватывать очень серьезные вопросы, как в городском поселении Щелково, так и в районе в целом. У репортажа как раз была заметка по ДЭС ЖКХ, который на сегодняшний момент является более несостоятельной, но тем не менее продолжает свою работу по обслуживанию населения. Также администрацией района, коим 100% учредителем является, было создано муниципальное предприятие ДЭС ЖКУ. Данное предприятие настроено на ту работу, чтобы действительно привести в порядок и город, также убрать придомовые территории, это все те вопросы, которые касаются жилищно-коммунального хозяйства. Безусловно, как я отмечал раньше, проблем очень много, тем не менее мы эту работу ведем, ведем плотно, ежедневно, порой даже и ночами на какие-то аварийные вопросы мы быстро реагируем с нашим ЕДДС, ЕДДС. Следовательно, принимаем грамотные и правильные решения, поскольку в руководстве нового созданного ДЭЗа практичные люди сейчас находятся, которые готовы на самоотверженный труд и все-таки как-то выровнять ситуацию, улучшить жизнь наших жителей. У нас есть еще один звонок, давайте послушаем вопрос и уже, наверное, скоро будем готовиться к перерыву. Добрый вечер, слушаем вас внимательно. Добрый вечер, Василий Леонидович. Еще один вопрос как раз по теме, которую вы сейчас освещали, по поводу ДЭЗа ЖКУ. Сегодня на нашем доме появилось такое объявление, мы посмотрели в интернете, 2 марта зарегистрирована эта организация. Скажите, пожалуйста, какова у нее материальная база? Имеется ли у нее какие-то помещения складские, имеется ли у нее техника для того, чтобы проводить опрессовку, например, домового имущества, уборку в зимнее время, снега, имеется ли у нее там сварочный аппарат и так далее. Меня интересует материальная база вашего организованного муниципального унитарного предприятия. Большое спасибо. Спасибо за вопрос. Поясню, что ДЭЗ ЖКУ на данный момент находится на договорных отношениях с ДЭЗ ЖКХ, на подрядных отношениях. Следовательно, необходимая база ремонтная с наладчиками, она присутствует, причем присутствует также с помощью привлеченной сторонней организации, где насчитывается достаточно большое количество специалистов в данной отрасли. Это и слесари, это и сварщики. Безусловно, имеется техника для содержания и обслуживания коммуникаций. Поверьте мне, что вопросов у вас будет меньше по работе, и мы эту компанию выведем на должный уровень для разрешения по максимуму тех вопросов, которые будут возникать у жильцов. То есть, это непростая смена вывески, конечно, да, как вы сказали, это и новые люди, которые пришли в новую компанию, да, и которые действительно хотят работать. Спасибо, Василий Леонидович. Напоминаю нашим зрителям, что в гостях сегодня у меня исполняющий обязанности заместитель и руководитель администрации Щелковского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству Василий Белаусов. Телефоны в студии 496, код города 567-1440, 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы, мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что сегодня в гостях у меня исполняющая обязанности заместитель и руководитель администрации Щелковского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству Василий Белаусов. Еще раз добрый вечер, Василий Леонидович. Напоминаю, телефоны нашей студии, телефоны прямого эфира 567-1440 и 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы, у нас есть уже еще один звонок. Давайте послушаем внимательно. Здравствуйте. Алло. Алло, да, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Это Толстинская 6, Галина Сергеевна меня зовут. Нас обслуживает ДЭС ЖКХ. Ну, так как идет ликвидация этого ДЭСа, хотелось бы узнать, с какого периода будет ликвидация, так как платежные документы к нам еще поступают, и как долго мы их должны оплачивать. Вот этот за февраль месяц нам вот сейчас принесли на этой неделе, мы оплатили. А как дальше будет? Спасибо большое. Очень правильный своевременный вопрос. Но хотел бы сразу отметить, что оплату производить в любом случае надо за предоставление жилищно-коммунальных услуг. И не попадать в те 14,5 тысяч должников, которые у нас находятся на контроле. Вы должны это понимать. Касательно ДЭС ЖКХ. Что значит ликвидируется и в какие сроки? Эта компания на данный момент, да, она несостоятельна, но она работает. И она работает в полную силу. Вы можете это увидеть по городу. В частности, по городскому поселению Щелково. Я сейчас по своей работе, я замечаний делаю намного меньше. И действительно, люди заинтересованы в том, чтобы навести порядок и предоставлять те услуги, по большей части качественные, которым вы достойны, как жители района. Спасибо. Ну, тем не менее, у жителей еще много претензий к работе, конечно, тоже управляющих компаний. Я имею в виду уборка мусора во дворах, в социальной сети. Такой сейчас у нас очень модный стиль общения, так скажем. Но это действительно так. Зато можно получить сразу обратную связь с жителями. Буквально за последние 3-4 дня, как раз это касается городского поселения Щелково, в нашей сети ВКонтакте. Мы живем в Щелково, да? Фотографии действительно такие, куча мусора практически в центре. Вот я даже адреса записал. Улица Пушкина, дом 3 и улица Сиренева, дом 12. Ну, там явно ни один день не убирали, так скажем. Что делать, чтобы решать вся эту проблему? Ведем серьезнейшую работу, как с управляющими компаниями. Но, конечно же, есть локальные очаги, где просто свален мусор, где никто не отвечает или пытается уклониться от уборки этого мусора. Силами некоторых управляющих компаний, таких как СВТ, Эверест, силами ДЭЗа, и нового, и старого ДЭЗа, мы убираем эти очаги. Но, опять же, большая часть зависит все-таки от самих жителей, которые сбрасывают эти пакеты. У нас сейчас ситуация такая. Снег сошел, едут дачники, гости в район, и также бросают пакеты с мусором на несанкционированные свалки, которые образовываются просто в полях из окон машин. На самом деле, тот самый мусор, который мы пытаемся убирать и наводить в порядок, организуют сами жители. И убедительная просьба все-таки как-то по-человечески относиться к своему району, в котором ты живешь, и не выбрасывать там, где не положено. Работу ведем по уборку мусора, работу ведем, причем очень серьезную. Ну вот, насколько я знаю, сегодня в районной администрации на совещании с главами поселений Алексей Васильевич Валов поручил проработать вопрос раздельного сбора мусора в поселениях. Вот, насколько это утопично может быть у нас сейчас, если граждане еще и мим контейнера мишки свои кидают. Прием раздельного мусора, конечно же, вопрос интересный. На сегодняшний момент у нас, по-моему, установлено около 20 раздельных мусороприемников. Конечно же, мы отслеживаем прием мусора раздельного, но пока о каких-то результатах говорить рано. Безусловно, мы сейчас проведем анализ тех территорий, где происходит складирование мусора. Безусловно, мы определим локальные очаги, где мусор потребительского характера, где можно распределить его на бумажный, пластик, металл. Безусловно, эта работа и уже сейчас ведется и будет прорабатываться дальше. Попробуем поставить мусороприемники с приемом раздельного ТБО, но сейчас не готов сказать по... По срокам, так скажем. И по срокам, и по... Насколько это будет реализовано. По качеству и по реализации, конечно. Это все увидят граждане в рамках пилотных проектов каких-то улиц. Если мы увидим эффективность этого проекта, то мы попробуем город наш все-таки... Также обустроить этими мусорными баками с раздельными видами сбора. Ну, хочется немножко проблему, так сказать, немножко подсластить, если можно так выразиться, да. Добавить большую-большую ложку меда в проблемы ЖКХ. 16 марта прошлого пятница в Доме правительства Московской области прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Все в одном. В воскресенье мы отмечали этот праздник. Благодарности губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева удостоились сотрудники муниципального предприятия Щелковского района, межрайонный Щелковский водоканал и его директор Наталья Ефимченко. То есть, можно поздравить наших коммунальщиков буквально. Буквально два дня назад это произошло. Но, тем не менее, знаем, опять же, жители иногда жалуются на состояние воды в своих кранах. В частности, бывает, ржавая вода течет. Как решаются проблемы на чистке воды? Во-первых, хотел бы поздравить всех жителей района, всех людей, кто занят в этом непростом сегменте. Действительно, труд работников жилищно-коммунального хозяйства сопряжен с большими проблемами. Хотел бы пожелать здоровья, терпения, успехов, поменьше работы, ну и побольше, конечно, чтобы ваши работодатели вас оценивали. Касательно проблем, с которыми сталкивается водоканал, их очень много, и они просто огромные. Водоканал, Щелковский водоканал на сегодняшний момент присоединил к себе Фрязина и Ивантиевку. Расширяется. Почему расширяется? Потому что эффективность руководителя Щелковского водоканала заметили не только в районе, но и в области. И отметили достаточно высокими наградами Андрея Воробьева в частности. На подходе, насколько мне известно, сейчас Пушкина, это ни много ни мало, более 600 вливается сотрудников в межрайонный Щелковский водоканал и также более 700 тысяч жителей. Все, конечно же, охватить сложно. Проблемы растут, как снежный ком. И качество воды зависит, наверное, не только от той воды, которую поставляют из недр нашей земли, но и от коммуникаций. Мы отмечаем достаточно большой ветхий фонд, который имеет достаточно непростую систему. Это дома постройки 40-х, 50-х, 60-х годов, где необходима замена труб, коммуникаций для подачи воды. С этими проблемами мы также сталкиваемся ежедневно. И, конечно же, это сказывается на конечном качестве поставляемого в кран наших квартир воды. Тем не менее, работы ведутся по установке станции обезжелезования, по очистке воды. Насколько мне известно, сейчас запланирована замена около 15 артезиатских скважин. Работа колоссальная, предстоит сделать еще больше. И мы не будем ни в коем случае сдавать темпы, будем работать в этом направлении. А я, как курирующий руководитель межрайонного селковского водоканала, я этот вопрос держу на контроле. Прежде чем перейти к другой теме нашего разговора, предлагаю посмотреть еще один видеосюжет. Там будет рассказано о том, как проходило предыдущее совещание с главами поселения неделю назад. Речь шла о субботниках. Вот уже зритель наш задавал вопрос о том, когда они пройдут. Сейчас мы можем точно узнать. Ну и помимо субботников там были другие вопросы. Давайте посмотрим сюжет. О подготовке к субботникам шла речь на еженедельном совещании исполняющего обязанности руководителя администрации района Алексея Валова с главами поселений. Предварительно определены даты 1, 8, 15 и 29 апреля. В эти дни администрация планирует организовать пункты выдачи хозяйственного инвентаря и экипировки. Это бейсболки, банданы, значки и фартуки. В местах массового привлечения людей, микрорайонных и парках власти организуют точки питания. Обсуждались и другие вопросы. Алексей Валов поручил профильному заместителю взять на особый контроль ямочный ремонт дорог. Фронт работ превышает 12,5 тысяч квадратных метров. На улицах Первомайской и Советской снег сошёл вместе с асфальтом. Затронул Алексей Валов и тему размещения незаконной рекламы. Во многих поселениях работа по уничтожению самостийных объявлений поставлена неудовлетворительно. Исполняющая обязанности руководителя о задаче у муниципалитета – очистить фасады домов, ограждения, столбы уличного освещения от самовольно расклеенных объявлений. Результаты чиновники представят через неделю. Ну вот неделя прошла, мы пока не будем говорить о результатах. Перейдём лучше к другой важной теме, которая тоже поднималась на этом совещании, которая вообще поднимается круглый год. Я имею в виду, конечно, состояние дорог. Очень много было проблем. И в течение поздней осени, так скажем, когда выпал снег, очень рано ещё продолжали класть асфальт. Некоторые недобросовестные организации. Ну и зимой, конечно, тоже было достаточно сложно. Помню, был случай, опять же, жители жаловались, да, что долбили, убирали снег, да, убирали лёд. Ну, ковшом, бульдозер ещё и умудрились снять какое-то количество асфальта вместе с этим льдом. Да, у нас здесь ещё около. Настаёт пора ремонта дорог. В конце апреля начнётся ямочный ремонт. Вот насколько вообще он эффективен? Ну и вообще, что нам предстоит делать с дорогами уже теперь, будем говорить, в тёплое время года? Ну, небольшая заметка. Не в конце апреля, а в начале апреля мы уже начинаем проводить ямочный ремонт. На сегодняшний день разыгрываются три контракта по уборке и содержанию, в том числе и ямочному ремонту. Действительно, проблема дорог, она стоит очень острой. И стоит она не сегодня, и не вчера, и не 10 лет назад. Мы, безусловно, обращаем внимание, проводим достаточно массированную атаку на ямки, проводим их обследование, занесение в программу для дальнейшего их устранения. Но после устранения одной ямки появляется вторая. И, к сожалению, сейчас ситуация такая, что днём у нас прессовая температура, ночью подмораживает. Следовательно, образование ямок, оно неизбежно в связи с погодными условиями. Безусловно, работа будет вестись и дальше. Мы планируем, кстати, в этом году достаточно серьёзные ремонтно-восстановительные работы по многим участкам дороги в городском поселении. В том числе и с заменой асфальтового покрытия. Уже сейчас определяются те подрядчики, которые будут участвовать в конкурсе и в дальнейшем проводить работы. Контроль выполнения работ, безусловно, будет самый жёсткий. Потому что нам необходимо привести наши проезжие части в надлежащее состояние. А поскольку времени нет и строительный сезон достаточно невелик для серьёзного объёма проведения работ, мы это будем делать ежедневно, ежечасно, с контролем, с актированием, с предоставлением надзорным органам наших заключений. Что касается тех работ, которые были проведены в прошлом году и в воду, и в снег клали асфальт, то здесь работы, безусловно, не были оплачены, потому что они были в нарушении всех норм, в том числе и строительных. Следовательно, мы те финансовые средства, которые перетекли с 2016 года в 2017, мы их как раз потратим на восстановление этих дорожных покрытий и будем дальше принимать дороги, заниматься их паспортизированием, принятием в казну и, следовательно, выделением денежных средств на дальнейшее их содержание обустройства, в том числе и тротуаров. У нас есть ещё один звонок. Давайте послушаем нашего зрителя. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, Василий Леонидович. Вас беспокоит Галина, Первый советский переулок 2А. У меня вопрос по единой теплооснабжающей организации Щелоковского муниципального района, в частности, центральной части города. В субботу у нас был представитель АТО «Теплоцентраль», который себя назвали единой теплооснабжающей организацией. В соответствии с законом, единая теплооснабжающая организация – это та организация, которая имеет у себя в собственности тепловые сети и котельные. Скажите, пожалуйста, как может организация, которая зарегистрирована и платит налоги в Москве, собственником тепловых сетей и котельных в Щелоковском муниципальном районе? Я живу на Первом советском переулке, дом 2А. Спасибо большое, хороший вопрос. Как я раньше пояснил, мы ведем еженедельную работу, собрание с управляющими компаниями и со всеми ресурсниками в муниципальном районе. Мы их собираем не для того, чтобы определить, кто прав, кто виноват, кто отвечает за какие вопросы. Мы собираемся для решения проблем и предсказания этих проблем на будущее, чтобы вы, как жители, не страдали от тех потерь, от тех предприятий, которые не осуществляют свои деятельности. Касательно теплоцентрали, они свою работу знают и выполняют. Лезть во внутрихозяйственную деятельность мы не будем. Если они четко выполняют свою работу, а не будут выполнять свою работу, то претензий больше будет, наверное, все-таки к управляющим компаниям, которые должны будут осуществить подачу, в том числе и тепловых ресурсов, в вашей квартире. Спасибо, Василий Леонидович. У нас осталось буквально 3 минуты до конца программы. Вы просили предоставить вам слово, так скажем, для обращения к жителям. Пожалуйста, что вы хотите сказать нашим гражданам? Дорогие жители городского поселения Щелково и Щелковского муниципального района, вы прекрасно понимаете, что от администрации поселения или администрации района зависит решение ваших благ. А посему я прошу, очень прошу, максимально оказывать содействие районным властям в наведении порядка придомовых территорий, сообщать о тех управляющих компаниях или ТСЖ, которые не справляются со своей работой, чтобы мы в оперативном порядке принимали правильные решения и разрешали эти проблемы. Также я хотел бы обратить внимание все-таки на оплату коммунальных платежей, потому что при этой оплате будет гаситься задолженность теплоснабжающих организаций и поставщиков ресурсов, которые также имеют определенные взаимоотношения с более серьезными организациями, также и газовщиками, чтобы подавать вам ту же самую теплоэнергию. Надеюсь я на ваше понимание, надеюсь я на совместную работу, и в любом случае я всегда, если не на месте, значит в полях, если не в полях, значит я на месте, веду прием граждан, и надеюсь, что мы сделаем регулярными наше общение в прямом эфире. Спасибо. Большое спасибо Василию Леонидовичу за ответы на вопросы, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию, таким образом познакомились уже достаточно широко с нашими жителями, соответственно тоже надеемся вам помогать в вашей нелегкой работе. Напоминаю нашим зрителям, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был исполняющий обязанности пока что заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района, позже лично коммунальному хозяйству Василий Белоусов. Спасибо, это была программа «Диалог», смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо.